8 ноября Дом культуры Электрогорска с концертной программой впервые примет Государственный Омский Русский Народный Хор. В данный момент он гастролирует по России и отмечает свое 65-летие. В этом хоре начинали свою деятельность Роман и Ирина Калягины. Выступая в Государственном Омском Русском Народном Хоре, они связали себя узами брака. Роман Евгеньевич так вспоминает свое первое впечатление от выступления хора. Я вот помню, как сейчас, там есть удивительная такая постановка, хоровод, веретенцы. Я даже не понял, что со мной произошло вообще. Я просто, я, было такое ощущение, как будто, вот какое-то воздействие на меня производит магическое. Я вот так стоял, открыл рот от этой красоты и от этого необъяснимого вот этого притягательности. А это оказалось просто, это дух Сибири. Он никуда не девается. Вот есть, говорят, дух казачества и дух Сибири. Вот они очень сродные, сходные между собой. Вот. И потом, после этого концерта, Омский хор сразу улетал в Федеративную Республику Германии. Это 1984 год, вы представляете, отношения какие были-то. Вот. То есть, было очень интересно. На другие концерты я как-то смотрел уже как-то более-менее спокойно. Да, там зажигательно, кубанский хор такой веселый весь, там с этими шашками, ноги в пляс идут. А вот именно, чтобы по сердцу вот так вот росой, понимаете, и медом вот прям. Вот мне вот почему-то запомнилось только вот Омский хор. Хор постоянно гастролирует. Объездил более 30 стран мира. И в родном Омске выступает нечасто. Ирина Калягина, будучи сама амичкой, рассказала нам свои впечатления от выступлений хора. Выступления были редкими, именно в нашем городе родном. Чаще всего коллектив был на гастролях. Но вот я помню с детства, что я всегда старалась попасть на эти концерты. Просто они были необыкновенные. Всегда были новые программы. Юрий Николаевич, учитель детской школы искусств, тоже родом из Омска. И творчество хора также оказало на него сильное влияние. С каждым годом я понимаю, что именно они как бы заложили какую-то основу. Вот это вот любви к родине, патриотизма, какой-то вот одухотворенности. Это именно заложено было еще в детстве, когда я слушал. Вместе с родителями мы смотрели всегда по омскому телевидению выступления омского хора. Омский народный хор – носитель глубокой русской культуры. Его выступления пропитаны духом Сибири. Если вы хотите окунуться в атмосферу русской души, то не стоит пропускать это мероприятие. По вопросам приобретения билетов обращайтесь в Дом культуры.